Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 55 Радио 54 Радио 54 Но если добрался до середины, чувствуешь сладость. Это такая определенная философия, смысл, они сравняты с чистым писанием. Это именно дарили детям. Ну, и розги. Да, или розги, и тогда лук и чеснок. А, вот так вот. Сникель дарил лук и чеснок, да. Нехорошему ребенку нужно было съесть луковицу, если он плохо себя вел. Вот это да. В тот момент, когда его бьют розгами. Да, на самом деле дети понимали, что в этот период нужно вести себя хорошо, поскольку во многих домах устанавливали рождественские ясли. И если ребенок вел себя хорошо, ясли устанавливали частями. То есть одну часть ясли на один день адвента, а другую на следующий. И так постепенно, пока не соберется полностью вся эта композиция. Если ребенок вел себя хорошо, помогал старикам, убирался по дому, слушался родителей, он мог положить одну соломинку в ясли, и таким образом младенцу Христу будет мягче, удобнее спать. Так в детях воспитывали добрые отношения к людям, заботу о других людях. Ну а Новый год тоже отмечается ведь, да? Да, Новый год отмечается, да, у немцев, и у российских немцев конкретно отмечается Новый год. Причем в Новый год у них принято очень много шуметь, там, кричать, петь. У российских немцев у некоторых была такая традиция стрелять на улицы в Новый год. Парни почему-то стреляли у ворот понравившейся девушке. Нормально. А как ее еще из дома выгнать-то? Да, почему-то. Но считалось, что, опять же, они таким образом отгоняют злых духов. Новосибирск. 106,2 FM.